Приветствую вас, дорогие друзья, я Илья Молодой, я тренер экологии души, и я провожу для вас мини-цикл лекций «4 элемента мироздания». Мы с вами уже прошли элемент земли, разобрали подробно элемент воды, и сегодня мы с вами подробно разберем элемент воздуха. Это третий по счету элемент, и как мы сказали, если земля это самый материальный элемент, который отвечает за наш уровень души нефеш, вода сверху, она находится на земле, вода это стихия, которая отвечает за элемент нашей души руах, более духовный, который содержит эмоциональные наши проявления. Сегодня мы поговорим о воздухе, воздух, да, и как мы читаем в Берешид, веруах элуким мирахефет альпнея майм, да, и руах дыхание творца, воздух творца, мирахефет летает над водой, да, и вот над водой следующая стихия, стихия воздуха, которая ответственна за более высокую и духовную часть нашей духовности, нашей души, которая называется Нешама, да, дословно мы переводим это как душа, да, но мы уже поняли с вами, что наша душа состоит из четырех основных или даже пяти частей, которые мы здесь все разбираем на основе стихий мироздания, которые есть в каждом из нас. Напомню также, что у нас, да, есть все четыре элемента, но всегда два, они доминантные. Один самый доминантный и второй его помощник, поэтому всегда во мне есть, да, врожденная комбинация двух основных стихий. Одну, которую мы сразу без ошибки можем сказать, да, это человек земли, человек воды, воздуха или огня. Вторая более тонкая, но тоже всегда присутствующая. Проблема наступает тогда, когда в одном из наших стихий, в одном из наших элементов наступает дисбаланс. Или иссыхает вода, или земля рассыпается, уходит из-под ног, или воздух вместо того, чтобы быть воздухом превращается в ураган, в смерч, да, или огонь распространяется слишком, или наоборот тухнет и нам холодно. Вот в этом есть как бы наша духовная работа все время с помощью инструментов, которые я тоже здесь вам рекомендую поддерживать баланс в наших стихиях, из которых мы, собственно говоря, и состоим. Сегодня подробно поговорим о воздухе. Да, мы сказали «есодаавир», «руах», «воздух», «ветер», да, дословно переводя, «руах» переводится дословно как «ветер» на русский. Это тот компонент самый легкий и совершенно неизмеримый. Его никак нельзя потрогать, его нельзя куда-то поймать. Он присутствует везде, и он, так же как и вода, является силой оживляющей, то есть силой, без которой совершенно невозможна жизнь в материальном мире. Совершенно, да. Еще до сих пор в нем есть материальность, материальный аспект, молекулярный материальный аспект, но он уже менее материальный, чем вода, которую можно попить, сделать глоток, можно ее ощутить, можно погрузиться, она даже держит на своей поверхности тела, да, какой-то вес, да. А воздух здесь уже у нас совсем другая субстанция. В то же время она заполняет все вокруг, и ее никак нельзя поймать, да, как бы вот схватить и посмотреть, вот что же это за воздух, давай его пощупаем, понюхаем и так далее. Без воздуха совершенно нет никакой жизни, как я уже сказала. Одно из свойств воздуха, что он движется по плоскости вперед-назад, право-лево, да, если мы говорили о воде, которая все время стремится двигаться вниз, да, наши эмоции, желания и так далее все время стремятся к земле, к нашим ощущениям материальным, то воздух у нас в плоскости передвигается право-лево-вперед-назад. Праведник, который ассоциируется с силой воздуха, это Яков Авину. Яков, который, да, меняет свое имя, да, всю свою жизнь находится в преодолении, в проживании, в движении, да, у него практически на протяжении всей его жизни у него не было одного места жительства, он постоянно даже, даже умер он в изгнании в Египте, да, всю свою жизнь он все время перемещался, переходил из места на место. Наш Яков Авину про отец всех двенадцати колен, да, воздух, оживляющий воздух дает силу распространению, он распространяет свою энергию. Был один Яков, стало двенадцать колен, да, это все благодаря силе воздуха. В теле элемент воздуха – это наш мозг и нервная система, которая ответственна за функционирование всего организма. Так же, как и воздух, который передает, как бы, те же запахи, да, передает другие молекулы моментально, мгновенно и распространяется незаметно, а также и импульсы нервной системы распространяются по нашему телу совершенно без нашего контроля, можно сказать, да, мгновенно, и это само по себе совершенно невероятно, да, и мозг отвечает за нашу когнитивную деятельность, за наше мышление. И вот стихия воздуха – это наша функция мышления, это наше мышление, это то, что есть у нас в нашем сознании, да, те установки, те правила, убеждения, тот опыт, который мы скопили – это все находится в сфере стихии воздуха, воздуха, это наш разум. Разум, что такое разум? Это вот именно совокупность всего того, что мы приобрели за нашу жизнь, да, и с точки зрения нашего сознания, это то, как мы реагируем на окружающий мир, то, какие чувства мы вызываем у себя, да, в соответствии с реальностью и так далее. Мы знаем, что есть разделение, так же, как и вода делится на верхние воды и нижние воды, так же и в воздухе. В нашей части души, Нешама, мы знаем, что так же она делится на две части. Божественная душа – это часть Всевышнего Мамаш, да, Хелик Элока Мамаш, совершенная часть Творца, его искра. И есть часть более приземленная, да, это наша более животная душа, которая стремится все-таки к удовольствиям воды, да, опять-таки вспоминаем, что это более нижняя часть нашего осознанного состояния, да, и вот более... вторая часть Нефиша Беемид, да, Нешамаа – часть души, более животные желания, желания к удовольствиям – это желания более близкие к воде, да, то есть там воздух более близкий с водой, более материальный, более чувственный, эмоциональный, стремящийся к каким-то удовольствиям, да, это наша тоже часть воздуха, но более низкого в плане духовной конструкции. Воздух символизирует собой бесконечность, что-то, что совершенно не ограничено, и это является производной нашей бесконечной души, нашей души, духовной части, которая не подвергается тлению, не подвергается старению, да, или смерти, и это все стихия воздуха. Уровень сознания, как мы уже сказали, это мысль. Если земля – это действие, вода – это чувства и эмоции, воздух – это разум. И дальше мы будем говорить про огонь. Огонь – это дух, это наше высшее сознание, наше подсознание, да, и любое действие или эмоция всегда происходит, это производные нашей мозговой деятельности, какая бы она ни была, осознанная или неосознанная, да, нервная система посылает эти импульсы, и это все элемент стихии воздуха, да. Соответственно, наше поведение и наше сознание, оно базируется, оно производное нашего, части нашего воздуха. И вся работа, когда мы хотим проработать стихии воздуха, это работа с нашим мышлением. Какие мысли сейчас есть у меня в голове, к чему они приводят, да, когда та или иная мысль, она конструктивная или деструктивная, что с ней делать, куда она будет метать меня вправо-лево, вперед-назад, или все-таки, да, она даст мне ощущение стабильности, это все работа нашего элемента воздуха. Когда воздух в балансе, когда человек с сильным элементом воздуха, да, какие силы в нем мы можем видеть, чтобы действительно увидеть в этом силы воздуха, прежде всего, это духовность, не просто это называется руах. Руах – духовная наша часть, да, также духа, дуновение – это все, как бы, какие-то элементы связаны именно с ветром, с движением воздуха. Итак, духовность – это связь с собой и связь с Творцом, да. Да, та связь, кажется, что вот, что соединяет меня с небесами, да, между мной и небесами, что есть? Воздух – сила, сила и элемент воздуха. Так оно и есть. Люди духовные, люди, которые стремятся к духовности, к соединению с самим собой и со своей душой. Люди воздуха имеют очень глубокие ценности, да, ценности, смысл, они понимают смысл всего. Им важно через когнитивные процессы, через рациональное мышление дойти до смыслов, ощутить ценность того, что вообще происходит вокруг. У воздуха есть сильное качество обновления. Откройте окно, мне душно, да, дайте мне кислорода. Я хочу обновиться, я хочу сделать новый вдох, да. И вот эта сила обновления, сила легкости, сила движения есть в человеке, у которого большой такой доминантный, доминантный элемент воздуха. Когда воздух в дисбалансе, тогда прежде всего можно заметить нарушения в когнитивном восприятии человека и даже психические нарушения у человека, нестабильность психическая, прежде всего, да, то есть это уже не эмоциональная нестабильность, как в воде, а именно психическая, да, когда человек теряет ощущение себя, теряет ощущение своего мысленного процесса, да, или его мысли уже совсем неадекватны становятся, да, в соответствии с реальностью. И он живет этими мыслями и, соответственно, этими эмоциями и ощущениями. Человек теряет связь с реальностью. Это также, когда слишком сильные ветра, можно, да, так сказать, в метафоре, уносят человека в другой мир. Отрицательное мышление и вообще склонность к деструктивным мыслям и к отрицательному типу мышления – это всегда показатель дисбаланса воздуха, когда плохие мысли все время навязчивы, все время тянут вниз, добавляют, убирают легкость, добавляют тяжесть, тяжесть земли, да, это тоже такое сочетание воздуха с землей, когда воздух превращается в что-то очень тяжелое, переходит полностью в стихию земли. Ощущение отстранения, разъединения со своей душой, да, не восприятие вообще, не ощущение того, что есть во мне душа, есть во мне руах и лукин, да, дуновение, дыхание Творца, тоже отсутствие достаточного воздуха, да, силы воздуха, отсоединения от Творца, люди, у которых дисбаланс в стихии воздуха очень склонны к критике. Критика – это прежде всего несогласие, непринятие реальности, непринятие самого себя, и, соответственно, это отражается на критике всех вокруг и вообще реальности вокруг. Также сильное отрицательное качество дисбаланса воздуха – это злословие, да. Уже логично понять, почему, почему человек злословит, почему он критикует, почему он вечно недоволен, потому что в нем не хватает легкости, не хватает силы принятия, не хватает вот этого ветра, который поднимает вверх, который наполняет все ценностью и смыслом. Тогда, конечно же, на все это пустое место, да, святое место пустым не бывает, туда сразу приходит злословие, приходит критика и гордыня, да. Люди, которые очень, так сказать, сильны в воздухе, они ментально, интеллигентно очень-очень развитые, и это приводит к ощущению своего превосходства и гордыни, да, это тоже качество воздуха, который в дисбалансе. Такие отрицательные качества, как бездействие или занятие какими-то совершенно бесцельными вещами – это тоже воздух, да, или отсутствие воздуха, или слишком сильный воздух, да, для того, чтобы убежать от внутреннего себя. Я или ничего не делаю, только чтобы не чувствовать ничего, или делаю все, что угодно, только чтобы не чувствовать себя, да. Если мы отслеживаем такое в себе, значит, мы понимаем, что нам нужно наводить баланс в своей стихии воздуха. Какие рекомендации терапевтические я могу здесь дать, чтобы вернуть, проработать свою стихию воздуха, вернуть в нее баланс? Это прежде всего работа с дыханием. Как дыхание у нас связано с нашей когнитивной функцией и работой мозга и нервной системы? Это работа с дыханием, и дыхательные техники – это контроль наших инстинктов. Дыхание – это инстинктивное действие, которое мы делаем, не задумываясь. Мы не думаем, сейчас я дышу, сейчас я не дышу. Просто дышим. Так создал нас Творец. Это наш инстинкт вдохнуть воздух. Совершенно необходимый инстинкт, который происходит сам по себе. Если он не происходит, то человек умирает. Когда я делаю техники, дыхательные техники, я учусь контролировать свои инстинкты через мозговую деятельность. Я дышу на счет три, я дышу по кругу, я дышу по квадрату, задерживаю дыхание или наоборот интенсивно дышу. Это все. Тренировка, когда мое сознание контролирует мои инстинкты. Если я умею дышать по разным техникам, если у меня нет внутреннего сопротивления к этому, я это уже проработала, значит, я и другие свои инстинкты могу прорабатывать с такой же эффективностью. Это очень важно. Дальше. Работа с мыслительным процессом. Отслеживание мыслей. Когда я умею наделять силой только те мысли, которые сами по себе дают мне силу. Когда я не ухожу вот с вот этим дуновением ветра, с потоком воздуха, ухожу в свои мысли и полностью там растворяюсь в этом воздухе. Нет, совсем нет. Мысли, я понимаю, это деструктивная мысль, она мне не подходит, я ее не замечаю. Это нейронный процесс, который угасает сам по себе, без того, когда я не даю этому энергию, силу мысли, силу поддерживания этой мысли. Работа с медитациями и направленным воображением. Это тоже очень хорошее напряжение нашего мозга, нашей нервной системы. И это делает мозг более лоббильным, более послушным. И тренирует его, когда я воспроизвожу разные образы, ощущаю эти образы. И таким образом, извиняюсь за те же слова, и таким образом учусь регулировать свой мыслительный процесс и влиять на свое конкретно реальное ощущение на всех уровнях, на всех стихиях. На стихии земли с действием, на стихии воды с моими чувствами и стихии воздуха с моими мыслями. Работа на концентрацию. Очень важно, чтобы тоже не распространяться, как воздух везде. Работа с эфирными маслами очень способствует. Почему эфирные масла, молекулы эфирных масел, эфиров распространяются через воздух и сразу попадают в наш мозг. То есть сразу же соприкасать... Самый короткий путь влияния внешней среды на нас это через запахи. И мы говорили о том, что чувство обоняния, это чувство, я вдыхаю воздух, чувство обоняния самое высокое из наших пяти чувств, самое высокое, самое духовное. Именно поэтому мы используем благовоние, благовоние при ритуале Авдалы после Шаббата, для того, чтобы вернуть свою дополнительную душу и еще много всего другого связано с эфирными маслами и с нашим обонянием. Это тоже работа с нашим элементом воздуха. И, конечно же, любые упражнения на развитие нервной системы, на развитие нашей мозговой деятельности, все нейрогимнастики, это отличная вещь для того, чтобы прокачать свой воздух, чтобы он не превратился в духоту, не превратился, наоборот, в какой-то сквозняк, чтобы наш воздух был в балансе. На этом мы сегодня остановимся, и на следующем уже заключительном уроке мы с вами пройдем элемент огня, интересный, яркий, пламенный, и посмотрим, где он отражается внутри нас. Я Лея Молодой, я с вами прощаюсь. Оставайтесь со мной, подписывайтесь также на мои каналы, и я буду радовать вас интересным контентом. Пока-пока.